Павел, хочу поговорить в связи с сегодняшним мероприятием на Рукэмпе о региональном аспекте, о котором его еще не затрагивали. У меня, как жителю региона, есть такое опасение, когда поезд образовательный в Москве, в продвинутых регионах России уедет вперед далеко, а в маленьких республиках, которые тоже в свое время были в эшелоне этого поезда, останутся. Что нам сделать такого, чтобы не остаться? Ну, на самом деле, мне кажется, тут двоякая вещь, потому что очень много наших республик, наших регионов очень активно, на самом деле, занимаются, называемыми инновациями, ну, конкретно, потому что мы говорим всегда о людях, да, есть конкретные люди, которым что-то нужно. Эти люди готовы выходить, например, в сеть, готовы искать, и они абсолютно на равных могут создавать проекты свои, использовать элементы проектов чужих, втаскивая их. Здесь, мне кажется, это просто главное, что с этим нужно делать, это принимать это, поощрять это, то есть, если кто-то начинает это делать. Ну, тогда, получается, мы говорим о личных компетенциях, о личном развитии, о котором, собственно, говоришь ты, говорит Дмитрий Песков. Ну, есть, конечно, определенная, как бы, вещь, инфраструктура, да, она всегда должна быть, ну, то есть, ну, если мы говорим об образовании будущего, то, на мой взгляд, инфраструктура, в первую очередь, информационная инфраструктура. То есть, если есть акцент на ИКТ-технологиях, то есть, информационные и коммуникационные, то это уже предпосылка. То есть, когда у людей есть возможность выйти в интернет, они, конечно, могут пойти, там, футбол смотреть, порно-сайты смотреть, а могут, на самом деле, начинать искать единомышленников. И когда они, ну, как бы, как-то насмотрятся всякой ерунды, они действительно так и начинают делать. Начинают искать единомышленников и те, кого есть запрос на то, чтобы что-то делать. Вот, парадоксально, например, в Ульяновске очень активные люди. Значит, там, я не знаю, я не помню, я находил какое-то сообщество, значит, они там, сообщество образовательных и коммуникационных школ. Там, значит, 20 или 30 школ, там, объединились, что-то, какие-то, ну, для себя сами какие-то стандарты прописывают, и так далее. Я не знаю, кто их продерживает, губернатор, это или, там, или гранты они получили, но они как-то, значит, организуются. Вот сегодня Вадим Котельников рассказывал, что он, значит, делает этот инновационный бизнес-инкубатор, детский, да, с Львейновскими, например. Или, там, другой пример был, люди из Умени, ну, в общем, смысл в том, что есть люди, да, которые хотят. То есть, Вадим, может быть, не единственный пример, много кто там, и на самом деле, почему нет? Потому что часто, часто то, что в Москве будет делаться дорого, и еще будут, ну, как бы, снобски относиться к этому, что это такое, да, можно гораздо меньшими ресурсами, с гораздо большей вовлеченностью и самоотдачей сделать на региональных площадках. Люди хотят делать, и они будут только этим заниматься, они увидят, ну, когда они видят смысл в том, что они делают. А многие, вот мы обсуждали, на самом деле, даже не проект сегодня, мы сегодня не вышли на проект, мы сегодня обсуждали проблемы. Ну, проблемы, он, шесть листов написали, да? О чем это говорит? О том, что образование будущего будет очень сильно меняться. Что сейчас будет радикальная перестройка. В этой радикальной перестройке нет ни одного игрока, даже Гарварда, там, или Кембридж, у них нет правильного ответа на вопросы. Они, несмотря на то, что у них что есть? То есть у них есть трехсотлетняя история, которая, если они вдруг найдут, значит, эти ответы, то им будет легче их всем рассказать. И все, и легче будет в это поверить. Да, да. Но с другой стороны, ситуация ровно такая. Ни у кого нет правильного ответа на то, каким должно быть образование в будущем. И с этой точки зрения уникально сложилась ситуация, когда, первое, игроки, которые раньше были аутсайдерами, могут на этом зайти и стать лидерами. То есть, условно говоря, ситуация Apple, которая собирает компьютер в гараже, на коленке, в момент, когда на рынке господствуют большие машины размером с дом. И все считают, что профессиональный компьютер – это для идиотов, которые почему-то хотят потратить большие деньги и возить с этими микросхемами. У меня еще вопрос есть. Я понял, что действительно будущее образование, один критерий выработал, будущее образование кроется в личном развитии. Один из критериев. Их масса. Ну, там очень, да, мы это вот мы фиксировали как одну, одновременно одну из проблем или разногласий. Потому что мы отдаем личности возможность развиваться, а все ли готовы брать ответственность на себя. Получается, что есть роль другого, то есть, учителя, который должен вести по пути развития и так далее. То есть, на самом деле, это целый список вопросов. Нет, но я хочу спросить о другом, спускаясь на регион. И всем при том, что человек может самостоятельно развиться до уровня даже Apple. Мы это допускаем. Мы сегодня пришли к выводу, что живое общение, оказывается, его не заменишь. Так же, как до сих пор мы не научились, не перевели, не создали программный продукт, который умеет переводить машины, не машины языки, а языки человеческие на другие языки. Мы не можем формализовать. Так же нет? Это вопрос, который на самом деле нет пока окончательного ответа. Является ли это инженерной проблемой или фундаментальной проблемой? В моем представлении и то, и другое может быть фундаментальной проблемой. Может быть. Но до какой-то степени. Ты не про живое общение сейчас брать? Да, потому что мы когда общаемся, мы вот то, что мы голос видим, другую. Это только часть. Мы сразу всем, так сказать, телом общаемся. Мы включаемся в эмоции. Все, да, все окружение, которое вокруг нас, это все имеет смысл. Все, кто пошел. Совершенно верно. Потому что мы с тобой сидим, никто же не видит, что здесь жара. Да, это часть нашей воды. Мы это чувствуем. Это был какой-то прожитый день и так далее. Люди, на самом деле, там есть масса всего. Там есть просто биохимия. Условно говоря, мы чувствуем, что человек нормальный. А может быть за этим стоит определенные механизмы нашего мозга, который рассчитан именно на физическое присутствие другого здесь. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения какой-то элемент живого общения никогда нельзя воспроизвести. Но уже появилась видеосвязь. Это уже другой уровень, чем был телефон. Телефон стал другим уровнем, чем письма и так далее. То есть это новый способ коммуницирования. А дальше мы поговорим, что когда эти широкие сети, по ним идет фактически эффект физического присутствия. Потому что мне кажется, что мы надеваем дополнительную реальность, я вижу. Вокруг там коллега, все их жесты и все остальное. Может быть, это не полное будет погружение, но уже гораздо ближе. Почему нет? Нет. И еще один вопрос, одно пожелание, наверное. Не с моей стороны, а пожелание, хотелось бы с твоей стороны услышать, как региональщику. Мы тоже стоим на пороге совершения своих новых маленьких проектов. У нас есть проекты городской университет. Нам хотелось бы, чтобы организовать живое удаленное общение. Какие есть проекты, скажем, связанные для вовлечения регионов, проекты глобального масштаба такого, точнее не глобального, а тренда? Ну, допустим, я делаю проект, назовем навыки будущего. Там речь идет о том, чтобы в разных регионах создать такие центры, ну, они могут быть неформальные, на которых люди осваивают те навыки, которые действительно позволят им в этой надвигающейся, очень по-другому выглядящей реальности адекватно работать с ней и уметь быть эффективными, разными и так далее. На мой взгляд, такие проекты всегда сетевые проекты. И нельзя их делать там, ну, присваивать только себе. То есть, допустим, я делаю какой-то кусочек, Intel делает какой-то кусочек. Я не сравню себя с Intel, но программа Intel – это часть того, что, на мой взгляд, закрывает эти навыки будущего. Поэтому, если создаются такие региональные центры, транслирующие вот эти вот элементы образования будущего, не просто они транслируют, они порождают новое знание. Там, где есть контакт с практикой, всегда порождается новое знание. И еще раз моя мысль в том, что никакой... Вот мое предупреждение, что можно, конечно, занимать позицию там. Вот есть регион, есть Москва, например, да, а есть Россия, которая периферия глобальной цивилизации, а есть, допустим, центр глобальной цивилизации. Всегда можно сказать, да, мы вот там... Можно перевернуть ситуацию иначе. Те, кто находятся в регионах, имеют возможность гораздо больше живого контакта с настоящими людьми и обучения, осмысления этого всего, чего, может быть, люди вот в классической реальности Москвы, например, не имеют. Поэтому не надо здесь вообще думать, что регион хоть чем-то хуже. На мой взгляд, в чем-то даже лучше. То есть, надо понять, какие возможности это дает. Согласен, можно сказать. Но вот для вот этой оценки возможностей, там, свод, анализ, я не знаю, точнее, ту... Не надо даже почувствовать, может быть, даже. Не надо там анализировать и так далее. Услышал, услышал. Да. Сегодня была прекрасная методика, которую ты показал, еще не завершенный, кстати, методик. То есть, завтра мы ее доведем до реализации проектов и бизнес-проект фильма, и до продукта какого-то. Да, я надеюсь, что доведем, да. Вот эту методику, даже осознав и впитав себя, я все равно не смогу транспорировать полностью. Возможно, в этом и плюсы есть. Я где-то поучусь, но все равно и по видео эту методику тоже невозможно пройти. Можно? А можешь приехать в Боксар и эту методику провести? Ну, наверное, могу я или мои коллеги, во-первых, да. Во-вторых, мы, допустим, думаем о создании такой штуки, как школа модератора. То, что мы здесь занимаемся, мы модерируем процесс коллективного творчества. На самом деле, я считаю, что это тоже навык будущего. Коллективное творчество. И творчество раньше европейского человека, ну, вот, как бы, есть гений, он сотворил все, а, вот гений. Ничего подобного, на самом деле. Всякое творчество – это коллективное творчество. Надо все больше это признавать, надо все больше развивать эти навыки, коллективно создавать смыслы, ценности, образы и так далее. И вот это, как бы, одна из вещей мы вот создаем школу модератора для этого. Ты три раза уже повторил о том, что в регионах все-таки должны осознать, что могут творить и создавать сами, самостоятельно. И Москва здесь не то, что не помощник, а не является фактором какого-то в своем развитии. Да, на мой взгляд, даже вредить, ну, вредно иногда, да. То есть нужно информироваться, что происходит. Москва, не Москва, Лондон, Париж там. Но в регионах еще такая штука существует, как не веря в свои силы и еще дальше, как отрицание всего, что новое преподносится. Вот как с этим бороться? Нет, бороться с неправильной фразой. Как с этим, как это перевороть себе? На самом деле, на мой взгляд, есть такое классное понятие, я его очень полюбил в последнее время. К сожалению, у него нет точного русского аналога. Называется empowerment. Это значит, наделение властью действия. Сила, власть. По-русски, вот это означает, что, ну, то есть, так типа, да, я могу действовать прямо сейчас, не оглядываясь ни на кого и не ожидая, что кто-то мне разрешит это делать. И на самом деле, ну, как бы, есть такая вот проблема, мне кажется, что Москва, что регионы, что там, где угодно. Люди не решаются, потому что они начинают думать сразу о последствиях, о том и всем. О последствиях важно думать, да, там, на существенное ответственность. Но они не могут подумать, наверное, сформулировать даже. Больше есть страх. Страх сделать что-то отличное от того, что ты делаешь каждый день. Совершенно верно. И при этом человек понимает внутренне где-то, что надо, вот есть запрос на это, что вот есть душа, как вот она туда, да, и не делает. На мой взгляд, вот главное, через что empowerment происходит это наделение властью действия, когда встречаешься с другими людьми, которые могут что-то делать, когда ты видишь, что люди реально что-то делают. Когда ты, глядя на них, понимаешь, понимаешь, такие как я. Все, я тоже тогда могу их делать. У тебя есть желание, Павел? Не обязательно его говорить. В принципе, есть, да. Загадай его, пожалуйста. Я одену вот эту штучку, браслетик на твою руку. Давай. Оно сбудется, но только с одним условием. Оно сбывается только, если ты посещаешь нашу землю. Вашу руку. Это приглашение. Спасибо. Все, спасибо. Ладно. Да, приятно очень. Кстати, тоже такие штучки. Интересно, как инструмент. Как бы, да? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...